Субтитры создавал DimaTorzok Новости на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте. И коротко о главном сегодня. Сильный ветер, ливень, гроза и град. В эти выходные в Череповце разыгралась настоящая стихия. О ее последствиях расскажем в новостях на 12-м канале. Череповец отметил выходные по Европейский кинофестиваль «Войсес». Пришел город Металургов с двухдневной программой и звездами отечественного кинематографа. С актером Александром Балуевым встретились и наши корреспонденты. Подробности в новостях на канале 12. Так жить больше невозможно, говорят жильцы трехэтажного дома по улице Московской. Обшарпанные стены, разрушающийся фасад здания и даже элементарной дороги здесь нет. И этим проблемам больше полувека. Есть ли возможность помочь череповчанам сегодня выясняла Татьяна Жданова. Шквалистый ветер, ливень, град, гроза. В Череповце в выходные разгулялась настоящая стихия. Деревья падали на припаркованные автомобили во дворах. Ветер срывал рекламные конструкции во всех районах города. Всего за уикенд были сломаны или вырваны с корнем около 20 деревьев. Это своеобразный рекорд этого сезона. Мой коллега Павел Панов сегодня объехал город и увидел последствия разгулявшейся стихии. Социальные сети и городские сайты сейчас наполнены множеством фотографий и комментариев. Тема одна – стихия в Череповце. В ночь субботы на воскресенье небо Череповца украшали сотни ярких молний. Ливень, который вылил на город около декадной нормы, сменялся градом. Причем куски льда достигали размеров 10-ти рублевой монеты. Град высыпал рано утром в воскресенье. Больших проблем ни для здоровья череповчан, ни для их имущества не доставил. Проходили ливневые дожди с грозами, что повлекло за собой. Серьезных затоплений уличной дорожной сети не было. Надо признать, что ливневая канализация справилась. Были незначительные моменты в Зареченской части города, в частности по улице Краснодонцев. Но вместе с тем обслуживающие организации, именно муниципальное предприятие «Водоканал» своевременно отработали. И те проблемные участки, которые были, привели в соответствие, и затопление было убрано. Чего не скажешь о разрушительном порывистом ветре. Последствия разгула стихии, которая обрушилась на череповец в эти выходные, до сих пор продолжают ликвидировать коммунальщики. Сильный ветер ломал деревья, вырывал их с корнями. Ветки падали на припаркованные автомобили. Кроме того, от сильного ветра пострадали различные рекламные конструкции, балконы и окна домов. За выходные в городе ветер уронил 19 деревьев. И это своеобразный рекорд, говорят коммунальщики. Из них 4 ствола упали на припаркованные машины. Вот на улице Ленина, 103, большая ветка приземлилась на «Фольксваген». На краснодонцев под тяжелым прессом оказалась лада 12-й модели, которая была аккуратно припаркована возле дома. Кроме этого, машины пострадали рядом со 129-м домом по улице Ленина и Ломоносова, 41. Владельцы подсчитывают ущерб. Ведь если машина была припаркована по правилам, то вся ответственность ляжет на управляющую компанию. Руководитель одной из них рассказала нам сегодня о правилах содержания деревьев во дворах. Собственники, если имеют на своем участке зеленое насаждение, они совместно с управляющей компанией обязательно должны заложить на 2-3 года, через 2-3 года обязательно обрезка тополей. Потому что тополя отрастают быстро, им достаточно трех лет, чтобы вырасти вновь до пятиэтажного дома. Есть еще такой пункт, как форс-мажор, однако этот факт установить весьма сложно, добавляет Анжелика Борисенкова. Владельцам поврежденных машин нужно будет обратиться в свою управляющую компанию и потребовать возмещения ущерба в полном объеме. Сегодня мы пообщались с горожанами, которые рассказали, как избежать неприятностей с теми же падающими от ветра деревьями. Ставить на платной парковке может, чтобы коммунальщики вовремя опиливали деревья, хотя бы в карманах, где машины стоят, у подъезда. Я не беспокоюсь, у меня застрахована полностью машина. На ночь, так, я в гараж ставлю, в принципе, а на работе там близко деревьев нет. А заботиться состоянием деревьев во дворе может любой житель дома. Если вы заметили, например, сухую ветку или дерево в целом, не поленитесь, обратитесь к коммунальщикам, и, возможно, впредь это поможет вам или вашим соседям избежать больших неприятностей. Павел Панов, Анатолий Холин, новости. Теперь к главному событию минувших выходных. Без всяких на то причин фильм с таким названием стал победителем шестого фестиваля молодого европейского кино «Войсис». И причины на это были, говорят организаторы. Накануне на торжественной церемонии закрытия жюри подвело итоги конкурса. Напомним, фестиваль в этом году проходил при поддержке компании «Северсталь». Программа, как и прежде, была крайне насыщенной и не ограничивалась только кинопоказами. Гостей ждали лекции, мастер-классы и традиционный пикник. О самых ярких моментах шестого «Войсиса» расскажут наши корреспонденты. В минувшие выходные «Красный угол» превратился из центров культуры в образовательный центр. Здесь известные режиссеры смогли наконец-то получить обратную связь со своими зрителями и проводили для всех желающих мастер-классы и лекции. На входе в зал очередь в самом помещении. Невероятно жарко, но несмотря на неудобства, все внимание направлено на лектора. Кшиштоф Зануси снял больше 80 фильмов, признанных мировой аудиторией. Как удалось добиться такого успеха? Какие идеи хотел воплотить в своих картинах мастер? И что в итоге получилось? На эти вопросы польский пан отвечает глаза в глаза. От зрителей в минувшую субботу его не отделял экран. У людей было много, организаторы сразу на это рассчитывали, но их получается намного больше, чем они рассчитывали. То есть пришлось окна открывать, и, к сожалению, не все смогли разместиться. То есть не всем ходя, а место, чтобы сесть, некоторым пришлось стоять. Кто-то сидел прямо перед экраном, чтобы было и кшиштофа видно, и чтобы экран было видно. Очень много прежних сюда гостей, в Вологду. То есть действительно не только в Вологжане ходят. Просто я сегодня ходил, опрашивал Ярославль, Москва, Петербург, из Екатеринбурга даже люди приехали. Я уж не знаю, сколько ехать из Екатеринбурга до Вологды. Но это действительно хороший знак, что фестивали знают не только в нашем регионе. Панк Шиштоф, кроме мастер-класса, на Войсис привез и собственную программу современного польского кино. Своеобразный карт-бланш Занусси. Это попытка спасти международные отношения деятелей искусства, вопреки современным политическим реалиям. Все-таки рухнули проекты совместных производств, появилось огромное взаимонедоверие. И обстановка трудная, но огромное число артистов из Польши, из Европы вообще отказывается от поездок в Россию. Я здесь считаюсь в каком-то степени исключением, и меня за это, конечно, много людей ругает. А я считаю, что это правильно, что надо это так делать. Обязательно будет в 19.00. Обязательно приедет, это уже известно, что он будет выступать и говорить о фильме. Кто не попал на мастер-классы, посмотреть на режиссеров приходил в кинозал. И даже без присутствия почетных гостей, некоторые ленты собирали публику, значительно превышающую количество зрительных мест в зале. И, как правило, фильмы Волокжан не разочаровывали. Определяю хорошего режиссера Акшиш-то в Зануссе. Это режиссер. На что упадет взор, то я смотрела. И как-то меня такой способ выбора никогда не обманывал. Либо все фильмы действительно были очень хорошие. Я стараюсь посмотреть в буклете фестиваля предварительно, о чем будет фильм. Чем еще запомнился фестиваль, в том числе о самой летней площадке, о пикнике Восис, вам расскажет Ольга Амелина. Пикник – это, пожалуй, самый летний способ провести время. Можно встретиться с друзьями, послушать хорошую музыку и покушать прямо на природе. Организаторы Восис решили преобразовать эту идею и позвать на пикник сразу всю Вологду. И пригласить самых лучших музыкантов со всего мира. Он проделал путь в 4000 километров, покинул Барселону и прибыл в областную столицу, чтобы спеть для Волокжан зеленоглазое такси. Дэвид Браун влюбился в эту песню несколько лет назад, когда в одном из московских клубов услышал Боярского. И это не единственная культовая песня на русском, которую знает музыкант. Когда в сквере на набережной грянул Цой, да еще и с американским акцентом, гости пикника просто взревели. Звезде по имени Солнце подпевал каждый. Впервые я услышал кино в Сочи много лет назад. Я гулял вдоль побережья, зашел в бар и услышал пачку сигарет. Я подумал, боже, какая чудесная песня. Вчера я размышлял, что если бы я никогда не зашел в тот бар, я никогда бы не открыл для себя эту удивительную группу. Послушав музыку, гости пикника могли попить кофе, поесть сладости или просто поваляться в гамаках. Город радуется и десяткам талантливых гостей со всего мира. Актерам, музыкантам, режиссерам. Продюсер Артем Васильев в последний раз был в Вологде еще в детстве. Рассказывает, в 11 лет он не мог и представить, что вернется в Вологду, чтобы пройтись по красной дорожке. Признается, это приятный процесс, хотя в нем есть и доля иронии. Артем Васильев привез на фестиваль фильм под электрическими облаками. Именно его показали на закрытии фестиваля. На церемонии не было ни одного свободного места. Все, что мы задумывали, получилось. Я думаю, даже больше, потому что все мероприятия, которые прошли в ходе фестиваля, они были с аншлагами. И кинопоказы, и конкурсные кинопоказы, и мероприятия «Войсос». Несмотря на погоду, они также были популярны среди вологжанок и сей нашего города. «Войсос» подошел к концу, но его эхо еще раздается в Вологде. Прямо сейчас в кинотеатрах города идут показы нескольких фильмов, в том числе и венгерской ленты с интригующим названием, без всяких на то причин. Творение Габара Рейса о поисках молодым человеком самого себя жюри признало победителем. Ольга Амелина, Павел Громов, Василий Попурин, Игорь Трифонов. Новости Ологды. Европейские выходные провели и череповчане. Двухдневная программа кинофестиваля «Войсос» собрала полные залы. Организаторы привезли в город Металлургов четыре картины. Фильм Веры Глаголевой «Две женщины». Череповчанам представили актеры Александр Балуев и Анна Ливанова. С фестивальным кино и его главными героями познакомилась Вера Кучеренко. Череповец «Войсос» пожаловал в минувшую пятницу. Документальная лента «Атлантида русского севера» открыла двухдневную программу. В этот же день зрители смогли оценить лирическую французскую драму «Дню Неборничной». А уже в субботу город встречал звезды отечественного кинематографа Александра Балуева и Анну Ливанову. Актеры фестивального фильма Вера Глаголевой «Две женщины». Экранизация Тургеневского месяца в деревне. Усадьбы Гальских не случайно именно здесь состоялась пресс-конференция с актерами кинофильма «Две женщины». Как отметил Александр Балуев, череповецкая достопримечательность ничем не хуже усадьбы Глинки в Смоленской области, где проходили съемки фильма. Короткая пресс-конференция получилась на редкость богатой на откровенные высказывания. Качественной классики в кино, отвечающей за воспитание души, не хватает, считают актеры. Дефицит, он существует, я бы сказал, архидефицит. Конечно, в основном производится и не только у нас, вернее, не столько у нас, скажем так, точнее, за рубежом. Такая продукция целлофанная, целлоидно-бумажного качества, которая очень быстро съедается, даже не выплевывая. Две женщины кино иного свойства. Конкурировать с блокбастерами в 3D лента явно не сможет. Да и нужно ли? Этот фильм – это что-то из другого какого-то мира. В общем, мы вложили туда всю свою любовь. Это неописуемая красота, гармония, чувство любви. И все это череповецкий зритель смог ощутить, увидеть у себя дома, ни в столице, ни где-то далеко за границей. Фестиваль молодого европейского кино в провинции – это нормально, подчеркивают российские актеры. Не будет вот этого некого такого приниженного отношения, что здесь ничего нет, а где-то это все там, в Лос-Анджелесе кино снимают. Это ошибочно, то есть там тоже снимается, но мы тоже не пальцем деланы, понимаете. То есть есть некое такое, не могу сказать, уравнение, равности все равно нет, конечно, возможности там другие. Но имея даже такие возможности, все равно человек организует себя по-другому. За культурное просвещение череповчан и городские власти и компания «Северсталь» – партнер фестиваля. В Череповце с завидным постоянством проходят различные фестивали, в том числе и кинофестивали. И пусть наши площадки являются площадками, где параллельно проходит прокат новых фильмов, но тем не менее горожане имеют возможность в числе первых увидеть новинки кинематографа. Шестой раз войс из Вологодской области, четвертый раз компания «Северсталь» его поддерживает финансово. И, собственно говоря, основная идея, основная мысль, вы знаете, что «Северсталь» вообще в принципе много уделяет внимания социальным проектам на территории, на тех территориях, где представлены ее активы, Вологодская область – один из основных. Завершила фестивальную программу кинокартина «Беги, мальчик, беги». Но ни ее, ни даже свой фильм «Две женщины» Александр Балуев не увидел. Торопился на самолет. Однако в Череповец обещал вернуться, если позовут. Вера Кучеренко, Ксения Зайцева, Сергей Павлов. Новости. К другим темам. В дни, когда вся страна вспоминает о начале одного из переломных сражений Великой Отечественной войны, глава региона встретился с участником битвы на Курской дуге Алексеем Александровичем Перминовым. Битва на Курской дуге, которая началась 5 июля 1943 года по масштабам, задействованным силам и средствам, а также военно-политическим последствиям – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В битве участвовало порядка двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов. Большой вклад в дело победы над врагом внесли и наши земляки. В Курской битве участвовало пять тысяч волокжан, в том числе будущий маршал Иван Конев. 14 волокжанам присвоено звание Героя Советского Союза. Алексей Александрович Перминов за свои подвиги был удостоен орденов Отечественной войны, первой и второй степени, медали за отвагу. Сегодня такая дата святая для каждого ветерана Великой Отечественной войны. 72 года назад началась Великая Курская битва, которая послужила переломом Великой Отечественной войны. Сегодня в эту дату я приехал к Алексею Александровичу, посмотрел, как сделан ремонт, как он живет, поделился впечатлениями, как он съездил в Курск, как прошел парад на Красной площади, подарил ему подарок, пожелал ему здоровья. И мы договорились о том, что 80 лет Великой Победе, если Бог даст, мы будем встречать все вместе здесь в форуме. Налоговые льготы как стимул для инвестиций. Авиапредприятия в Логотской области смогли привлечь инвесторов благодаря предоставленным льготам по налогу на имущество. К такому выводу пришли депутаты ЗСО, подведя итог минувшего парламентского года. Благодаря такой поддержке появился стимул вкладывать средства в обновление инфраструктуры и авиапарка, ведь удовольствие это не из дешевых. Череповецкое авиапредприятие смогло сделать мощный рывок в развитии. Сейчас аэропорт с трудом вмещает всех желающих. Авиапредприятие Вологды не только возобновило работу, но и приобрело несколько новых самолетов, хотя два года назад были прекращены все полеты. Все это результат действия льготы, говорят депутаты. Законотворцы также отметили, что аэропорты делают регион доступным и для путешественников, и для инвесторов, а также являются весомым для областной казны налогоплательщикам. Здесь как раз яркий пример того, что эта льгота, она не просто ради экономии какими-либо предприятиями и средствами, она направлена на развитие. На развитие не только этих предприятий, но целых инфраструктурных проектов и по большому счету на развитие экономики региона. Поэтому в данном случае льгота работает. Чем сегодня живет молочная отрасль Череповецкого района, депутаты ЗСО пообещали перенаправить 400 миллионов рублей на развитие АПК региона. На производство молока из выделенных средств пойдет более половины. По заверению начальника областного сельхоздепартамента Николая Онищенко, производители молока ежемесячно будут получать субсидии. Голос Череповца выяснил и расскажет в свежем номере, куда потечет субсидированное молоко и чем сегодня живут молочные фермы нашего района. Новости на канале еще не все. Смотрите во второй части. Так жить больше невозможно, говорят жильцы трехэтажного дома по улице Московской. Обшарпанные стены, разрушающийся фасад здания и даже элементарной дороги здесь нет. И этим проблемам больше полувека. Есть ли возможность помочь череповчанам, сегодня выясняла Татьяна Жданова. Вслед за главной хоккейной командой города на лед вышла и молодежь. Сегодня Алмаз провел двухстороннюю игру. Изменения в команде глобальные. О них узнал и готов рассказать Владимир Сентябрев. Об этом и не только после короткой рекламы. Далеко не уходите, она быстро пройдет. Субтитры создавал DimaTorzok Туризм, связи с общественностью, реклама, дизайн и еще 50 специальностей направлений подготовки ждут тебя. Череповецкий государственный университет. Учись у нас. Внимание, дамы! Сенсация! Не пропустите уникальное предложение. Купите шубу по фабричной цене и получите вторую абсолютно бесплатно. Пятигорская меховая фабрика «Шубовик» проводит выставку с 8 по 12 июля в Доме музыки и кино. Хороших дверей для вас еще больше. Межкомнатные, металлические, красивые и прочные. Ассортимент фурнитуры и ламината. Хорошие двери. То, что вам надо. Проспект Победы 105, Ленина 90 и Октябрьский 39. Хорошие двери. Мы в каждом районе города. Оптово розничный склад «Ресурс» предлагает все для дачи и загородного дома. Колодезные насосы, станции водоснабжения, шланги, биодуалеты, крепеж и метизы. Сухие смеси, керметики, ручной, бенза и электроинструмент. Все в наличии. Оптовый склад «Ресурс». Металистов 28. Петербургская транспортная компания с 18 июля приступает к обслуживанию нового автобусного маршрута номер 890 до Санкт-Петербурга с автобокзалов к Вологды и Череповца. Для перевозки пассажиров будет использоваться современный комфортабельный автобус марки «Ман». Стоимость проезда от Вологды – 1100 рублей, от Череповца – 900 рублей. Возвращаемся к новостям. Отсутствие дорог, ремонта и качественного обслуживания. С такими проблемами жильцы из затерянного дома по улице Московской живут уже больше полувека. Управляющая компания бездействует, а своих сил местным жителям уже не хватает. В каких условиях приходится жить череповчанам и может ли им кто-нибудь помочь, расскажет Татьяна Жданова. Смотрите, вот же кирпичи шевелятся. Вот, пожалуйста, все. Видите, да? Вот такая у нас стена. Фасад здания разрушается буквально на глазах. Дома больше полувека. О былых временах жильцам регулярно напоминают кирпичи, которые падают с крыши. Хорошо, что никто не пострадал. Пока. Раньше здесь стояли металлические двери, но их украли. Сотрудники управляющей компании решили помочь жильцам и установили двери новые, деревянные. Однако при установке, скорее всего, сотрудники управляющей компании забыли заделать эту щель. Жильцы шутят. Весь дом еле стоит. Посмотрите, вот это у нас. Так вот живем. Коммунальщики бездействуют, говорят жильцы. Когда в последний раз в подъезде делали ремонт, никто не помнит. Зато стены хранят в себе многолетнюю историю. Обшарпанный подъезд, пошатнувшиеся перила и дыра под лестницей. Сколько я помню, столько она здесь и есть. Я давно живу здесь, 87-го года. Я слышала, что кто-то оттуда провалился. На лестничной клетке, если еще посмотреть, кто сейчас женатые мужики, давно уже дедами стали. Там спички баловались, курили и в потолок спички кидали. А не так эти спички до сих пор и висят. Если взрослые к такой картине привыкли, малыши в таких условиях жить не должны, считают местные жители. О том, что когда-нибудь в этом дворе будут играть дети, жильцы уже не мечтают. Гулять с ребенком мы ходим в комсомольский парк, так как невозможно здесь гулять. Ни детских площадок нет, ничего. Даже не оборудованного. Допустим, ребенок подрастет, его одного не выпустить погулять, потому что машины ездят. А вот еще одна проблема. К этому дому очень трудно найти дорогу. Трехэтажное здание вдоль улицы Столиваров кажется оторванным от цивилизации. О том, что вообще в нашем городе есть улица Московская, знает не каждый. Вот и нашей съемочной группе полчаса пришлось искать подъездные пути. С такой же проблемой ежедневно сталкивается и Евгений Николаевич. Вот представьте, чтобы мне отсюда, от дома, взять, предположим, поехать в Вологду, да? Я должен где-то гаражами выезжать на Вологодскую, одностороннее движение. Теперь на проспект Победы, по проспекту Победы, на Столиваров. Со Столиваров потом мимо своего дома, да? Полбака бензина сжег, да? Решить эту проблему можно, говорят специалисты. В первую очередь обратиться в департамент ЖКХ. Для организации чего-то на землях общего пользования надо будет нанимать проектную организацию, делать проект, утверждать его со всеми сетевыми организациями, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, архитектурой. Со всеми теми организациями, которые должны поставить свое согласование на данном проекте. И все это за счет жильцов. В организации должна помочь управляющая компания, говорят специалисты. Но на диалог с жильцами они не идут. Вообще не отказались сегодня и нам. Спасением может стать новая управляющая компания. И здесь такое решение могут принять только сами жильцы. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости. Международный фестиваль по игре в городки пройдет в Череповце в начале августа. Соревнование примет участие в усадьбы Гальских. Там строится специальная площадка для традиционных русских народных игр, городки и рюхи. О ходе строительства нашим журналистам сегодня рассказали в усадьбе. Череповецкая городочная площадка единственная в области. Специальное покрытие изготовят из красной гранитной крошки. Подобное можно встретить в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости. А на берегу Шексны ждут как профессионалов, так и любителей городочного спорта. Для новичков будут проводиться специальные занятия. Мы пока варианты рассматриваем. Но это как дополнительная услуга. Так как необходимо будет площадку и содержать. И тем более инвентарь, он тоже дорогостоящий. И плюс специалисты, которые здесь будут работать. Но я думаю, если цена вопроса будет, она будет достаточно комфортная. А в молодежной хоккейной команде «Алмаз» большие изменения. Состав обновился наполовину. Другим будет и чемпионат МХЛ. О подробности у Владимира Сентябрева. Тренерский штаб Череповецкой молодежки остался прежним. А вот со стаей произойдут существенные изменения. Еще в мае хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракты с шестью нападающими, тремя защитниками и голкипером 96-го года рождения. Чтобы те стали костяком состава «Алмаза» в новом сезоне. Это форварды Дмитрий Баранов, Вячеслав Скобелев, Виталий Яровой, Владислав Лановенко, Дмитрий Литвинов, Евгений Степанов. Защитники Дмитрий Шаповалов, Иван Крылов, Иван Воробьев и вратарь Савилий Кононов. Все соглашения рассчитаны на один год. В отпуске парни тренировались самостоятельно и приехали с настроем отвоевывать место в составе. Обязательно работал в зале, работал на земле, бегал, прыгал. Ну а так лето, в общем, неделю отдыха и потом вступил в работу сразу. А битва за место в «Алмазе» предстоит серьезная. Прошлогодние лидеры отправились в клуб высшей лиги «Эшсталь». Четыре человека тренируются с «Северсталью». От прошлогодней команды осталось всего 10 хоккеистов, остальные – новички. 8 выпускников своей школы, остальные – приезжие. В том числе и 5 игроков, выбранные Череповецким клубом на ежегодной ярмарке талантов. Ну, хорошая команда, ну, как бы с ребятами, с многими тут знаком. Вот, позвонил, все у них разузнал, сказали, все хорошо тут. Условия хорошие для всего. Я рад, что меня сюда выбрали. Главная проблема сегодня – до сих пор не утвержден регламент соревнований молодежной хоккейной лиги. Нет ни календаря, ни полного состава участников, ни даты начала чемпионата. Из-за этого сложно скорректировать график тренировок, чтобы всем успеть подойти к играм в хорошей форме. Пока ясно только, что команд станет меньше, и все они будут приписаны клубам КХЛ. Предварительно мы знаем, что будет сложнее попасть в плей-офф, то есть нужно будет занять с первого по четвертое место в своей конференции, чтобы выйти. Не будет одной 32-й финала, все начнется с одной 16-й. Поэтому команд число сокращается, попасть в плей-офф труднее. Вот это единственное новшество пока. А пока череповецкая команда готовится по своему плану. Сейчас она уезжает в Адлер. Будет турнир в Санкт-Петербурге и обязательно состоится традиционный мемориал космонавта Беляева в Череповце в начале августа. Владимир Сентябрёв, Лена Тойванин. Новости. На сегодня это вся информация. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова